В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Цены не взлетели в таком объеме, о котором вы сейчас сообщили. Мы знаем эту проблему, мы над ней активно работаем. Оплата услуг ЖКХ волнует Люберчана. Своей проблеме они заявили на встрече с главой округа. Специалисты решат вопрос в ближайшее время. Проблема дольщиков ЖК «Томилина» будет решена. Новый инвестор обещает завершить строительство комплекса. Маш, мы тебе дарим вот такой красивый, замечательный ранец, ты с ним пойдешь в первый класс. Первоклассники из малоимущих семей получают подарки в школе от губернатора Подмосковья. Родителям следует оформить заявку об условиях в выпуске. Хотелось помочь просто. Не знаю, просто хотелось. А мы хотим рассказать об этом герое. Он дает надежду на лучшее больным ДЦП и оправдывает ее. Отчасти я зависим от соцсетей, но я все больше стараюсь обращать внимание на реальную жизнь и про нее не забывать. Виртуальный мир стал частью реальности блогеров. Как не дать себя поглотить соцсетям и не потерять своих подписчиков, выясняли специально ко дню блогера. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Итоги недели подвели в Люберецкой администрации на оперативном еженедельном заседании. Главными темами совещания стали оперативная обстановка в округе, вопросы ЖКХ и пожарной безопасности. 1800 обращений правоохранители зарегистрировали в Люберцах за неделю. Возбуждено 31 уголовное дело. 27 из них раскрыто по горячим следам. Задержан гражданин, искупавшийся в фонтане в Центральном парке и повредивший объект инфраструктуры. Другой инцидент произошел на Октябрьском проспекте. С 23 на 24 по Октябрьскому проспекту 116, это у нас психоневрологическая поликлиника, проникли, оторвали решетки, там окна сломали в 2 часа 20 минут. Они подъехали, обследование не сделали, там сейф пропал с деньгами, бланки больничные пропали. То есть сейчас сотрудники розыска работают. Пять пожаров ликвидировано в округе за отчетный период. Три из них произошли в неэксплуатируемых строениях. По адресам город Клюберц, улица 8 Марта, в домах 14 и 18, эти дома не жилые, под снос, проникают туда граждане, поджигают. Два технологических отключения зафиксированы в регионе за прошедшие 7 дней. Оба были в сфере электроснабжения. Данные отключения были по причине повреждения кабеля устранены в регламентные сроки. Ремонт подъездов выполнен, ремонт 627 подъездов, испановых 603. И на этом, скорее всего, по ремонту подъездов работы будут завершены. За неделю залата на 118 дорожных ям на улицах 3-е почтовое отделение, Кирова, воинов, интернационалистов и других. Очередная встреча Владимира Ружицкого с люберчанами. На беседу с главой округа пришли активные жители. Какие вопросы к местным властям накопились на этот раз, расскажет наш корреспондент Луиза Егезарян. Всего несколько дней остается до момента, когда школы городского округа распахнут свои двери перед воспитанниками. В начале беседы Владимир Ружицкий рассказал, насколько общеобразовательные учреждения готовы к этому событию. Я могу вам констатировать, что на сегодняшний день все школы, 100% подготовленные к учебному процессу, в ряде школ прошли, я бы сказал, такие глубокие ремонты. А это связано и с крышами, и с внутренней инженерией, а также дворовой территорией, с фасадами. По сфере образования у люберчан вопросов пока нет. Но оплата за услуги ЖКХ вызвала среди жителей волну недовольства. Большинство обращений связано с новой системой начислений. Нам пришла в августе жировка, и там почему-то сумма за отопление на 2000 больше. Это октябрьский проспект 66, 68, 62, там тоже чуть выше платежи. Причем непонятно, откуда эта сумма возникла, потому что корректировку по отоплению делали еще в апреле месяце. Квитанция за июль месяц, которую жители Люберецкого городского округа получили в августе, они имеют неполный объем, скажем, отраженной информации, ввиду того, что да, мы получили большой массив, это наша проблема. Цены не взлетели в таком объеме, о котором вы сейчас сообщили. Мы знаем эту проблему, мы над ней активно работаем. Ваша задача как жители – оплатить только тот объем, который вы потребили. Если вдруг вы оплатите, например, целиком по квитанции, сумма, та, которую вы сейчас дополнительно переплатили, будет зачтена в счете следующего периода по конкретным услугам. Вызывают вопросы не только тарифы на услуги ЖКХ, но и качество их предоставления. Жительница дома по Октябрьскому проспекту обратилась с просьбой спилить аварийные деревья. В течение двух дней опиловка будет поездна. Да, Митрис? Чтобы опиловку произвести, есть определенная процедура. Учитывая ваше обращение, мы его быстрее и в рамках закона сделаем. Как сказал замглав, за два дня реши все вопросы. Вопросы жителей, которые потребовали более детального рассмотрения, зафиксированы и находятся на контроле. Следующий диалог с властью состоится уже через месяц. Луиза Егезырян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Подготовка многоквартирных домов Люберец к сезону холодов почти завершена. Капитальный ремонт полностью окончен в 20 жилых зданиях. Ход работ на улице Куракинской проверил глава городского округа Владимир Ружицкий. Штукатурили, бронтовали весь дом. Потом вот отшпаклевали, потом будут шкурить и красить. Сетку клеили. Капремонт на Куракинской 5 начался 27 июля. Кровлю подготовят к зиме до 20 сентября. Мы специально договорились с домом капремонта ЛГЖТ, как управляющей компанией, как подрядчик, выигрывающий этот подряд. О том, что мы современным материалом штукатурим и начинаем красить. Потом обравление балконов, соответствующие цвета. Все цвета согласованы с собственными домами. Все виды работ здесь выполняют сотрудники ЛГЖТ. К ремонту электрических и инженерных сетей приступят осенью. В целом у нас в ремонте 126 домов. Полностью под ключ все работы завершены в 20 домах. Где-то более половины идут ремонты. Но мы ставим задачу, я уже говорил об этом, все наружные работы завершить с сентябрём месяцем. Ну а дальше до декабря месяца все остальные работы завершить. Сегодня в доме на Куракинской обновляются фасады, балконные плиты и водостоки. По программе капитального ремонта люберцы опережают график. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. С июля 2019 года на территории городского округа Люберцы начала работу компания «Мособл ЕРЦ». Организация приняла на обслуживание 95 тысяч лицевых счетов. Из-за передачи огромного массива информации в работе единого расчётного центра в настоящее время наблюдаются сбои. Если вы не согласны с суммой начисления, звоните по телефону горячей линии 8 499 322 46 12, 8 499 322 46 21. Или обращайтесь в офис «Мособл Обл ЕРЦ» по адресу город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 5. Также обращаем ваше внимание, что показания приборов учёта необходимо подавать до 25 числа текущего месяца. Только в этом случае они будут учтены при формировании единого платёжного документа. Ну а для того, чтобы не образовалась задолженность, рекомендуется оплатить сумму за услуги ЖКХ, идентичную прошлому месяцу. И она обязательно будет учтена в последующих платёжных документах. Для оперативного зачисления платежей используйте личные кабинеты управляющих компаний. Дольщики жилого комплекса «Томилино» уже более двух лет не могут получить ключи от своих квартир. Жертвы недобросовестного застройщика встретились с сотрудниками администрации и новым инвестором, который взял на себя обязательство достроить дома. Первое заселение малоэтажных домов с портретами известных личностей началось в 2016 году. Однако повезло не всем. На сегодняшний день из 11 домов, включённых в план проекта, достроено только пять. Судьбу остальных шести обсудили в администрации городского округа. На этот раз дольщики встретились с новым инвестором. Вы точно будущие жильцы, в том числе благодаря подключению администрации района, мы точно с вами понимаем, что ключи будут. Дома номер 4, 5 и 6, как вы видите, можно сдать в этом году. Они в достаточно высокой степени готовности находятся. Эти дома можно подключить в этом году к отоплению. Остальные три дома готовы всего лишь на 40%. Инвестор планирует завершить их строительство ровно через год. А уже в октябре 2020-го выдать жильцам долгожданные ключи. Устранение проблем в пяти домах, в которых уже живут люди, новый застройщик также взял на себя. Новый застройщик профинансировал завершение работ по водоснабжению, по канализованию. И, насколько я знаю, даже порядка 35 миллионов уже перечислено на восстановление общестроительных работ. Для взаимодействия дольщиков с новым инвестором будет создан телеграм-канал и антикризисный консультационный центр. Его открытие запланировано на 4 сентября. Луизия Игазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Крупный инвестиционный проект запускают в Люберцах. Компания «Ирекс» планирует разместить на территории округа производственный комплекс и офисные здания. Руководство предприятия встретилось с Владимиром Ружицким, чтобы обсудить детали сотрудничества. Компания «Ирекс» занимается производством сырья для хлебопекарных и кондитерских изделий. В 1998 году в Люберцах открыли филиал предприятия, а уже через два года запустили производственные площадки. Предприятие является дочерним предприятием большого немецкого концерна, который занимается производством сырья для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Немецкий концерн существует уже более 160 лет. Мы, соответственно, существуем уже более 20 лет в России. Руководство компании совместно с торговым партнером приняло решение мигрировать из Москвы в Люберцы. Ожидается, что после такого объединения оборот предприятия увеличится в пять раз. Для Люберец это дополнительные налоги и новые рабочие места. Мы заинтересованы в реализации этого проекта, поэтому наша задача сегодня была на совещании разработать дорожную карту, комплекс мер, для того, чтобы данный проект здесь был реализован в наиболее короткие сроки. Благодаря этому проекту в городском округе Люберцы появится более 100 новых рабочих мест. Начало строительных работ запланировано на 2020 год. Они борются не только за внимание покупателя и клиента. Впервые в округе прошел конкурс для предпринимателей. Его участниками стали прекрасные представительницы бизнес-сообщества. Как деловые женщины справились с испытанием, знает Дарья Борисова. Конкуренции этих леди не испугать. Им по зубам руководить собственным делом. Телевещание, сельское хозяйство, кулинария, торговля. В этих сферах прекрасные представительницы бизнес-сообщества чувствуют себя как рыба в воде. Конкурс «Леди бизнес» для них – это возможность обратить на себя внимание и доказать, что с делами дамы справляются не хуже мужчин. Это, конечно, поменяет, может быть, отношения к леди бизнес, бизнес-вумен, которые занимаются, поверьте, очень нелегким трудом. И для того, чтобы этим заниматься, надо обладать и решимостью, и смелостью, и, конечно, умом. Испытать себя конкурсом «Леди бизнес» решили семь люберчанок. Их ждало три испытания. Участницам предложили рассказать о своем деле, ответить на вопросы викторины и поразмышлять о бизнес-проекте, который как раз кстати придется в Люберцах. Наталья Муравьева загорелась идеей создать компанию, где смогут работать мамы в декрете. Она и принесла ей победу. На самом деле, это одна из первых побед в моей жизни. И вот я могу точно сказать, что когда эта секунда решается, правда, ноги подкашиваются. Настолько это неожиданно, это море эмоций. Вначале я просто заполнила анкету. Участвовать, собирать голоса, дальше готовить презентацию, честно, не собиралась. Но потом вот этот спортивный интерес, он, видимо, взял верх. И я рада тому, что сегодня это звание Леди Бизнес, его ношу я и горжусь, и для меня это честь. Наталья Муравьева защитит часть округа в состязании регионального масштаба. Ей предстоит выступить на областном этапе конкурса Леди Бизнес. Его финал состоится 17 сентября. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Накануне Дня знаний учителя, завучи и директора школ собрались на августовской конференции педагогической общественности. На встрече обсудили итоги прошедшего года, планы на будущее и, конечно, готовность школ к началу учебного процесса. Педагог — это призвание, так считает бывший директор 21-й школы Владимир Назаров. 22 года своей жизни он отдал воспитанию молодого поколения. 9 лет — учителем математики старших классов и 13 на руководящей должности. Выходя на заслуженный отдых, он получил очередную высокую награду из рук главы округа. Интересно то, что ты каждое утро встаешь и с удовольствием идешь в школу. С удовольствием уходишь из школы, зная, что завтра утром ты опять сюда придешь. Понимаете? Вот это дорогого стоит. Благодарственными письмами губернатора Подмосковья и почетными грамотами Министерства образования региона, а также знаками отличия за усердную службу Владимир Ужицкий наградил и других педагогов Люберецкого округа. В своем приветственном слове он отметил профессионализм педагогического состава. Люберецкое учительство образования одной из лучших в Московской области. Из 40 учебных образовательных учреждений, которые у нас ретингуются, у нас 14 вошло в зеленую зону, а в прошлом году было 10. Это тоже некий успех. На сегодняшний день в городском округе Люберцу функционирует 101 образовательные учреждения, 8 из которых частные. В них обучается около 35 тысяч детей. С ними работают почти 3,5 тысячи педагогов. Можно с уверенностью сегодня утверждать, что качество образовательных услуг, предоставляемых нашими муниципальными учреждениями дошкольного, общего образования, а также учреждениями дополнительного образования детей, повысилось. В целях реализации проекта «Современная школа» принято решение о создании на базе 10 городских школ ресурсных центров. Цель проекта — создание автоматизированных рабочих мест, а также оснащение современной техникой классов. В федеральном проекте «Современная школа» также участвует наша Токаревская сельская школа номер 22, на базе которой создан Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Особое внимание уделили заработной плате сотрудников образования. По словам Виктории Бунтины, она соответствует средним показателям. По итогам 2018-2019 года педагогические работники в школах получали среднюю заработную плату 57 686 рублей, в детских садах 59 858, а в учреждениях дополнительного образования детей 54 346. Наша задача ни в коем случае не сократить заработную плату, а ее увеличивать или, по крайней мере, сохранить на прежнем уровне. Внести предложение по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав. Выступили на конференции депутаты Московской областной думы Игорь Каханый и Дмитрий Диньско. Одно предложение у нас от Виктории Юрьевны уже есть — совместить ведение ИСКО и портала школьного, чтобы не было задвоения. Результатом этой работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, которые планируется обсудить и представить на федеральной внутрипартийной площадке «Благополучий человек». Мария Кузьмичева, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 19 юных люберчан стали полноправными гражданами Российской Федерации. В торжественной обстановке они получили свои первые паспорта. Главный документ юношам и девушкам вручил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Вместе с главным документом молодым людям вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Также новоиспеченные граждане получили обложки для паспортов с символикой Подмосковья. Я вам искренне пожелаю очень бережно относиться к такому документу, как паспорт. Я вам искренне желаю, чтобы ваши все желания, мечты в нашей огромной стране сбылись. День знаний – это праздник и детей, и взрослых. К первому сентября готовятся все. Наш корреспондент Мария Кузьмичева пообщалась с либерецкими школьниками и их родителями и узнала, что для них значит это событие. Ручки, карандаши обычные, линейка, пластик, цветные карандаши и ножницы. А еще большой рюкзак, красивая школьная форма, новые друзья и первый учитель. О своей школе он с гордостью отвечает. Она самая хорошая. А ты знаешь, сколько ты будешь учиться в школе? Целую неделю. Для маленького Вовы пойти в школу – новый шаг. Он открыт, и ему все интересно. Куда сложнее родителям. У них возникает вопросов больше. Он довольно-таки стеснительный и очень ранимый. И вот здесь, конечно, есть небольшой страх, что он будет стесняться, чтобы с кем-то подружиться или еще что-то. Поиск подходящего учителя – важный момент. Именно от него зависит, как быстро ребенок вольется в школьный коллектив, полюбит ли он учебу и какова будет его успеваемость. Я считаю, что первый учитель должен быть в меру строгий и в меру добрый, потому что они выпустились только из садика. Для них это совершенно новая жизнь, новое общение, новое место. То есть где-то их и пожалеть, и быть как мама, а где-то держать в ежовых рукавицах, чтобы они сильно себя, конечно, не распустили. Первый сентября – ответственный день и для учителей. К приему детей Вера Александровна готовится заранее. Мы застали ее за подготовкой класса. Мне кажется, что в кабинете обязательно нужно подобрать какие-нибудь интересные картинки, плакаты, стихи, потому что многие детишки-первоклассники даже умеют читать, и им очень интересно прочитать то, что они могут прочитать. Для Веры Ереминой это восьмой набор и второй ребенок семьи Сырченых. В прошлом году она выпустила старшую дочь Елены. Дети приходят разные. Есть ребята, которые, может быть, очень активные. Есть дети, которые боятся чего-то. Есть, наоборот, говорливые. То есть каждому ребенку нужно стараться найти подход. И тогда в классе будет все замечательно. Когда ребенок подрос, для него начало нового учебного года воспринимается по-другому. На первый план выходит в социум. Я очень жду первое сентября, потому что я увижусь со своими любимыми учителями и с моими друзьями. 12-летняя Злата Самсонова – пример для своих младших сестер. Даже на каникулах она не выпускает книгу из рук. Школьной программой девочка не ограничивается. Своя подборка была. Литература интересная детская. Вот читали про кролика Эдварда. Нам подарили книжку очень замечательную. Мы читали всей семьей. Конечно, русский язык всегда тренируем, повторяем правила, каллиграфия, несомненно. Ну вот ребенок выходит на финишную прямую. Еще один рывок и школа окончена. Свобода. Но тут возникают другие вопросы. Кем стать и какой вуз выбрать? Я подобрала несколько вузов. Некоторые специальности, которые мне интересны. Но от результатов экзамена, от количества баллов будет зависеть, куда именно я буду подавать документы. Преподавать физику в школе – мечта 11-классницы Анастасии Грибановой. К своей цели она идет упорно. Успешно учится в школе и занимается с репетитором. Сложно морально собраться, настроить себя на какую-то продуктивность. Понимая, что на тебе лежит большая ответственность, что от этого зависит твоя будущая жизнь. Это важный шаг. Подготовка к ЕГЭ, поступление в ВУЗ. Поток информации, которая обрушивается на подростка, огромен. Как найти силы для этого последнего года? Здесь важна, опять-таки, помощь со стороны родителей. Помочь оградить от ненужной информации, которую может сбить. Важность родителя – сориентировать ребенка с выбором профессии. Не навязчиво, опять-таки, объяснить, в какой сфере может быть примены те или иные знания, которые он получит. У каждого свои ожидания от 1 сентября. 1 сентября – это учитель. Для меня 1 сентября – это друзья. Для меня 1 сентября – это новые испытания и возможности. Для меня 1 сентября – это праздник. Для меня 1 сентября – это затраты. А для меня 1 сентября – это работа. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев и Валерия Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Собрать ребенка в школу не только хлопотно, но и затратно. Власти Подмосковья взяли на себя покупку рюкзака и концтоваров для детей из малообеспеченных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Подарок можно получить до 31 октября. Маш, мы тебе дарим вот такой красивый, замечательный ранец. Ты с ним пойдешь в первый класс. Вот так вот. Подарочный набор получат семьи с доходом на человека менее 12,5 тысяч рублей. В Люберцах это около 350 семей. Чтобы оформить заявку, родителям нужно подать заявление в Управление социальной защиты и подготовить документы. Это документы паспорта родителей, свидетельство о рождении детей, справки о доходах за три месяца. Это настоящий момент за июнь, июль, август. Также выписка из домовой книги о том, чтобы подтвердить, что детки являются жителями Московской области. Также нужно предъявить справку из школы и свидетельство о регистрации по месту жительства первоклассника. Ранцы с анатомической спинкой и письменные принадлежности ребятам начнут дарить в первые дни учебы. Луиза Егезарян, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В этом году Подмосковье отмечает 90-летие. Этой дате мы посвящаем сюжеты о значимых событиях и ярких личностях. Герой нашего следующего сюжета – человек, который дарит здоровье. Массажист-реабилитолог из Люберец бесплатно помогает детям, больным ДЦП, справляться с болезнью. Мы с удовольствием знакомим вас с этим героем. Для коллег реабилитолог Александр Кочкин, для маленьких пациентов – дядя Саша Панда. Его кабинет – это массажный стол и тренажер для реабилитации, а главный инструмент – руки. Скромно, но достаточно для того, чтобы каждый день дарить надежду на выздоровление. Мы растягиваем мышцы, разогреваем их, разминаем нужные, которые отвечают за ходьбу, за поддержку спины. Чуткие руки доктора – лекарство для детей больных ДЦП. Обычно дорогостоящие, в кабинете Александра – бесплатные. Мечта безвозмездно лечить малышей стала былью два года назад. Найти подходящее помещение помогла администрация собрать деньги на дорогой тренажер интернет-подписчики. На улицах мы ходим и не видим столько инвалидов, столько детей, сколько их есть на самом деле. А когда ты с этой темой сталкиваешься и видишь это, то есть каждый день там, когда ты видишь большое количество детей, и в основном это семьи неполноценные, и, ну, как вам сказать, самый простой курс реабилитации начинается от 20, там, с лишним тысяч. А этих курсов за год надо, там, ну, пять, ну, минимум. Хотелось помочь просто, ну, не знаю, просто хотелось. Желание помочь привело Александра в соцсети. На своей странице он разместил сообщение. «Принимаю на массаж детей-инвалидов бесплатно». В такую щедрость верить спешили не все. Между строчек читали. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Процентов 80 реагирует нормально, адекватно. Есть те, кто не верит, звонят, спрашивают, там, в чем прикол, в чем подвох. Некоторые пишут, там, что, типа, зачем вы вешаете лапшу людям на уши. К предложению безвозмездной помощи с подозрением отнеслась и Екатерина Железова. В то, что бесплатные услуги могут быть качественными, она давно перестала верить. Поэтому не спешила записывать своего сына на прием. Появиться на пороге кабинета Александра ее заставило резкое ухудшение состояния здоровья малыша. Он перестал ходить. Для нас это был просто, ну, такой шок. То есть мы два года учились ходить, в два года он пошел. Вот уже на протяжении года он ходит, скоро ему три года, и он перестает ходить. Ну, мы думаем, боже, неужели опять все заново, неужели все сначала. Но благо Александр встретился на нашем пути, и для нас, конечно, это большое открытие. То, что бесплатно можно предоставлять действительно качественную услугу, действительно на протяжении часа он его разминает. Действительно это помогает, это факт. На пятое занятие уже малышу стало легче. Сегодня Александр Кочкин часто работает без выходных. Львиная доля его графика занята сеансами безвозмездной помощи детям. За два года на его массажном столе побывало около ста маленьких пациентов. Мечта доктора – основать большой реабилитационный центр и приумножить число детей, которые могут получить помощь бесплатно. До подведения итогов конкурса «Люберецкая супербабушка-2019» остаются считанные дни. За три месяца участницы не только подружились, но и открыли для себя много нового. Поездка в Ярославль, экскурсия на завод «Звезда» – мастер-класс по вязанию на пехорском текстиле. И это лишь часть большой программы конкурса. Сейчас участницы у финальной черты. Совсем скоро узнаем имя победительницы. Номер три! Номер четыре! Пять и шесть и двадцать две участницы конкурса «Люберецкая супербабушка-2019» на одной площадке. Походкой от бедра они уверенно дефилируют по сцене. В удобной одежде и обуви без каблука только во время репетиции. Через несколько дней конкурсантки предстанут во всей красе перед полным зрительным залом в финале конкурса. У них будет четыре наряда. Они будут показывать себя как дачница, как деловая женщина, как домохозяйка и, наконец, вечерний наряд. Мы надеемся, что каждая бабушка приведет с собой поклонников, которые будут за нее болеть. Я надеюсь, что это настоящее будет грандиозное шоу. И каждая бабушка почувствует себя именно суперзвездой. Возраст не имеет значения, если ты молод душой, активен и полон планов на будущее. Так считает участница конкурса Ольга Паль. В свой день рождения конкурсантка пришла на репетицию. Здесь поздравили, мы уже здесь все дружились. Потом день рождения не обязательно весь день праздновать. Еще вечер впереди. Для меня главное участие. Я всем бабушкам желаю суперстати, суперстар. Пусть их внуки подрастают и берут высокий стар. Артистки, хозяйки, мастерицы и просто красавицы. В финале супербабушки покажут лучшие творческие номера. Выбрать самую современную, обаятельную и привлекательную женщину за 50 предстоит известным люберецким мужчинам. Кто они? Пока секрет. Известно одно председатель жюри, глава округа Владимир Ужицкий. На дне города у нас объявят, кто у нас будет супербабушка. И супербабушка получит главный приз – это путевку, путешествие. Финал конкурса «Люберецкая супербабушка-2019» пройдет во Дворце культуры 4 сентября в 15.00. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Посмотреть кино под звездным небом. Такую возможность получили жители округа. Люберцы присоединились к всероссийской акции «Ночь кино». Главным кинозалом на свежем воздухе стал Центральный парк. Подарок для настоящих киноманов. Организаторы акции показали люберчанам сразу три картины. Это драма «Балканский рубеж», семейная фэнтези «Домовой» и комедия «Полицейский с Рублевки». Угодили нескольким поколениям зрителей. Утолить киножажду на площадке акции пришли около 400 человек. Очень отличная идея. Здорово придумали. Нравится и взрослым, и детям. Можно хорошо отдохнуть, посидеть на улице, посмотреть фильм. Теплым летним вечером. Хороший фильм. В округе акцию «Ночь кино» запустили сразу на 12 площадках. Кинозалами под открытым небом стали Центральный, Наташинский, Малаховский и Томилинский парки. Остальные площадки расположились под крышами. Это всероссийская, это масштабная акция. Конечно, хотелось бы, чтобы это было уже своего рода традицией, которая проходила бы каждый год. Нынешняя акция «Ночь кино» стала самой масштабной за свою историю. Она объединила около 3,5 тысяч площадок по всей стране. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. В конце августа мировая общественность отмечает День блога. Сегодня это одно из самых популярных направлений в виртуальном мире. Кто-то не представляет свою жизнь без социальных сетей, а кто-то вполне обходится без них. Для одних ведение блога – это способ заработка, а для других – знакомство с новыми людьми. Наша съемочная группа встретилась с авторами блогов, чтобы узнать, какую роль в их жизни играют личные страницы в интернете. Три часа за ноутбуками и еще три в телефоне. В распорядке дня социальные сети занимали слишком много места. Когда потраченного времени стало жалко, Дмитрий пришел к выводу – пора что-то менять. Надо было изолировать из этого места, где у тебя не будет возможности вообще взять телефон в руки. Потому что когда телефон рядом – это большой соблазн. Это как шоколадка для сладкоежки. Непростой, но полезный эксперимент дал положительный результат. Дмитрий сократил время в интернете в два раза. Чтобы закрепить достижения, решил повторить испытания дома. На две недели отказался от социальных сетей. Занятий по душе нашлось много. Парки – это отличная альтернатива. То есть можно прийти прогуляться. Или же позаниматься спортом здесь, йогой. Да любые занятия какие-то на открытом воздухе – это всегда прекрасно. Также можно встретиться с друзьями, сходить на пикник. Время – не единственное, что у нас отнимают соцсети, считает Дмитрий. В погоне за лайками и подглядыванием за чужой жизнью. Мы не замечаем каких-то мелочей в своей, реальной. Осознать это поможет только временный отказ от виртуальной жизни. Чисто теоретически я смог бы прожить всю жизнь без соцсетей. То есть не влияют они на мою жизнь так, как и влияет вода и еда. А вот студентка Владислава жизнь без социальных сетей не представляет. Свой первый блог она создала три года назад. С тех пор, как девушка занялась общественной деятельностью, с телефоном не расстается ни на минуту. И во время важных заседаний в администрации, на прогулках с подругами, она всегда онлайн. Совсем недавно в моем инстаграме стало тысяча подписчиков. Я была очень рада этому. Я фотографирую себя, выставляю это в инстаграм и все время смотрю, сколько у меня лайков и добавляются ли подписки. Для Владислава инстаграм всего лишь развлечение, чего не скажешь о Елене. Для девушки это способ заработка во время декрета. Ее блог, посвященный семье и материнству, стремительно набирает популярность. Сашка, скажи «Ура! Поехали!» Изначально там были фотографии о беременности. Я рассказывала о родах, о беременности, о погоде, о блюдах, которые мне нравятся. И в какой-то момент это начало приносить прибыль. Это бывает и бартер. Я получаю вещи, и меня это радует. Мне приятно от того, что я могу это сделать сама. Во всем мире в социальных сетях зарегистрировано более трех миллиардов пользователей. Похоже, блогосфера действительно заняла прочное место в жизни современного человека. Только отношение к ним и степень зависимости у каждого свои. Зачастую я трачу просто в инстаграме на какую-то ерунду. Вот эти лайки, потом что-то комментарии. То есть ты следишь за чужой жизнью, по сути. Я могу отрываться от них, но ненадолго. Я хочу в этом продолжать направление и дальше развиваться. Отчасти я зависим от соцсетей, но я все больше стараюсь обращать внимание на реальную жизнь и про нее не забывать. Луиза Игазырян, Александр Моисеев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Без чего точно не обойдется ни один блог, так это без фотографий. Популярность аккаунта растет и благодаря оригинальному фотоконтенту. Как сделать интернет-страницу интересной, продвинуть бизнес и очаровать знакомых своими новыми амплуа, узнавала наша съемочная группа. Если мы хотим удлинить ноги, сразу же говорю, ножки мы кладем в ту или иную сторону и прилепляем их вплотную друг к другу. То есть вот они, да. Вычурная неудобная поза в кадре может выглядеть эффектно. Мария Тимоторкина с детства увлекается фотографией. Свой первый фотоаппарат девушка купила в кредит 18 лет назад. С тех пор ищет в фотоискусстве совершенство. Я больше люблю как раз рельефную съемку, чтобы на фигуре видно было рельеф, светотельный рисунок, чтобы человек выглядел необычно, нестандартно, не так, как фотография на паспорт. Прежде чем приступить к съемке, узнайте свою фотогеничную сторону. Сделать это просто. Сначала левым плечом повернулись к камере, развернулись, да. Затем правым плечом к камере развернулись. И потом в камере смотрим, какая сторона у нас более фотогеничная. В социальных сетях важна эмоциональная подача. Но секрет успеха у каждого свой. Так в Инстаграме популярны фотоотчеты с иллюстрацией развлечений и путешествий. Тренд ВКонтакте – серии сопровождающих текст фотографий и видеоролики. В Фейсбук тут дело другое. Это все-таки контент более серьезный, рассчитанный на продвижение своего бренда, на рекламу. На Фейсбук подписаны люди от 35 и выше, но большая часть людей. И все-таки это работающий контингент. Но есть фишка, объединяющая все социальные сети. Пользователям нужны герои. Вы должны сесть и определиться. Вот я хендмейдер, я делаю игрушки. Что должна я показать людям, какую эмоцию? И кем бы вы ни являлись – создателем кукол, флористом или любителем книг – есть приемы, актуальные для всех, кто хочет успеха. Ты пришла в кафе, ты сидишь за чашечкой кофе. Ну, где-то там, вдалеке, сидит девочка с твоей куклой, понимаешь? Это сразу же даст очень большой акцент на именно то, чем ты занимаешься. Интерьер важнее настроения, отмечают эксперты. Советую, как одеться на фотосессию. Если цвет фонокоричневый, бордовый, черный или зеленый, нарядиться нужно ярко. Если фон светлый, и одежда должна быть в пастельных тонах. А вот белые и черные вещи лучше на съемку не надевать. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В округе подходят к концу работы по благоустройству дворов. Обновления добрались до придомовой территории на улице 3-е почтовое отделение. Всего через несколько дней ее жители смогут заниматься на новой спортивной площадке. Как идет ее строительство, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Во дворе домов на улице 3-й почтовое отделение развернулась большая стройка. Работы долгожданные. Старая площадка свое отслужила. Теперь на ее месте возводят новый спортивный комплекс. На мягком резиновом покрытии можно будет сыграть в футбол и волейбол. Это, во-первых, площадка востребована. У нас полный двор детей с утра до вечера. Но, к сожалению, она не тех размеров, которых бы нам хотелось. Если бы она была чуть-чуть побольше, было бы намного интереснее. Местные жители уверены, спортивные тренажеры в их дворе придутся как раз к стати. И подходящее место уже есть. Они так и просятся разместиться на пустыре между детской и спортивной площадками. К этим пожеланиям прислушался глава округа Владимир Ружицкий. Точно мы поставим здесь, возможно, в начале следующего года спортивные тренажеры. Тогда такой будет комплекс для отдыха детей. И такая спортивная зона, и спортивные тренажеры. Поэтому все в развитии. Я думаю, что вы заметили здесь реально. Я мягко скажу, неплохо. Красиво. Но, по крайней мере, жители, они благодарны управляющей компании. И то, что к ним прислушались, и вот это пространство обустраивает. Благоустройство пришло на улицу Третье почтовое отделение благодаря программе «Городская среда». В этом году в нее попали 68 люберецких дворов. Их закончат приводить в порядок в течение ближайших 10 дней. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ведущий телеканала ЛРТ Николай Пивненко стал лауреатом конкурса «Спортивное Подмосковье». Его итоги подвели на журналиаде Подмосковья. Спортивные состязания в девятый раз дали возможность представителям областных СМИ доказать, что они в отличной форме. Журналисты Подмосковья метко бьют не только словом в сердца читателей и зрителей, но и дротиками в мишень. В девятый раз они отложили микрофоны и диктофоны, чтобы занять руки спортинвентарем. Журналиаде – это ЗОЖ-корпоратив, который дает Акулампера возможность не наблюдать за событием, а стать его центром. Этот праздник, он не случайен для журналистов. Та профессия, которую мы с вами выбрали, она требует очень высокой степени мобилизованности. Спорт, здоровый образ жизни нужен для журналистов, потому что в здоровом теле здоровый дух. Люберецкие журналисты еще ни разу не упустили возможность показать свою физическую форму, а не постоянные участники журналиады. Однажды уже стали чемпионами спортивного состязания. На этот раз собрали сразу две команды, чтобы попробовать повторить результат. Эмоции просто непередаваемые. Выходные классные. Погода замечательная. И вот я сейчас участвовала в соревнованиях на скалодроме. Ощущения непередаваемые. Руки до сих пор трясутся. И это было впервые в моей жизни. Так что я думаю, все сегодня хорошо. Всех мы победим. Покажем лучшие результаты. В скалодром штурмовали самые смелые и ловкие участники команд. Дартс – испытания для метких журналистов. Эстафета – проверка командного духа. Задания не из разряда олимпийских дисциплин, но и ставить мировые рекорды на журналиаде не просят. Ну вы видите, то есть сами упражнения, они в полушудливой форме, несложные, не требуют специальной физической подготовки. То есть в принципе любой может встать в эстафету, бросить дартс, стрельбу, поучаствовать. То есть несложные такие упражнения, но это в общем-то то мероприятие, которое сплачивает журналистскую братью. Награда не только за спортивные успехи ждали участников события, а оценили и профессиональное мастерство подмосковных журналистов. На журналиаде назвали имена победителей конкурса «Спортивное Подмосковье» среди лауреатов ведущий телеканала ЛРТ Николай Пивненко. Признание ему принес выпуск программы «Открытый диалог», посвященный теме киберспорта. Что такое спорт, мы вроде бы более-менее понимаем и вообще-то сами должны им заниматься, правда? А киберспорт – это такое новое направление, в том числе и журналистики. Это когда, например, ребята соревнуются, ну, ребята сейчас разные возрасты, соревнуются в самых разных игровых видах спорта. Тот же футбол, но только электронный, да, компьютерный. И там есть целые команды, там есть свои комментаторы, там есть свои журналисты. И там люди зарабатывают деньги с помощью киберспорта. Награды нашли и самых быстрых, сильных и ловких журналистов. В каждой дисциплине состязания определили лидеров. Кроме того, подвели итоги командного зачета. Все призеры на память получили кубки девятой журналиады Подмосковья. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. 5 сентября в 19.30 в прямом эфире телеканала ЛРТ состоится диалог с главой. Владимир Ружицкий ответит на вопросы жителей. Их вы можете задавать по телефонам студии или на сайте нашего телеканала в разделе «Прямой эфир». На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин